Блокируем удар. Ты молод и играешь в футбол? Хочешь прокачать свой уровень на поле? Тогда смотри уроки футбола и учись у тренеров Газпром Академии «Зенита». Всем привет! Я Александр Владимиров, тренер ратарей Газпром Академии футбольного клуба «Зенит». Сегодня мы вам расскажем о том, как противодействовать нападающему при выходе один в один. Созрозноточимся с вами на блогах. Оптимальная начальная стойка для вратаря – колени согнуты под углом 45 градусов. Взгляд направлен на мяч. Стоя, голкипер закрывает собой около 24% площади ворот. В среднем за матч голкипер преодолевает 4 километра. 60% этого времени он двигается пешком. Сегодня мы с вами рассмотрим два блока – колено вниз и блок шпагат. Блок колена вниз чаще применяется при выходе нападающего один в один с угла. Мы опускаем колено вниз, руки разводим в стороны и блокируем удар нападающего, если находимся в него вплотную. Второй блок применяется, когда нападающий выходит по центру, где площадь ворот больше. Мы применяем блок шпагат. Вбрасываем одну ногу, руки разводим в стороны, левая рука ближе к левой ноге, правая рука закрывает всю площадь ворот. И забываем про стойку воротаря при выходе один в один. Руки расставлены в сторону, потихоньку начинаем сближение и блокируем удар, опуская колено вниз. Второй блок, блок шпагат, мы с вами применяем, когда игрок выходит по центру, один на один, потому что пространства за нашей спиной у нас больше. Сейчас я расскажу вам, как отрабатывать эти блоки. Первое упражнение у нас делается без мяча, называется зеркало. В этом упражнении один воротарь показывает блок, а второй воротарь должен повторить за ним этот блок. В упражнении зеркало блок колено вниз и блок шпагат выполняется в произвольном порядке. Во втором упражнении мы используем мяч, уже к блокам у нас добавляется быстрота реагирования. В этом упражнении игрок катит мяч из-за спины у воротаря. Если мяч прокатился у воротаря между ног, как сейчас, то он совершает блок колено вниз. Если мяч катится сбоку, появляется больше пространства, воротарь делает блок шпагат. В третьем упражнении мы моделируем игровую ситуацию. Нападающий обыгрывает защитника и выходит с воротарем один на один. Если нападающий обыгрывает защитника к ближней штанге, то воротарь может применить блок колено вниз. Если нападающий обыгрывает защитника в середину, то воротарь может применить блок шпагат. Узнавай новые секреты от профессионалов «Зенита» в онлайн-уроках. Смотри видео, тренируйся и оттачивай своё мастерство.